добрый день участники олимпиады по экономике я член комиссии по проверке ваших работ литвинский кирилл олегович позвольте прежде чем произвести видеоразбор некоторых заданий во-первых сказать вам что вы молодцы и вы достигли уже определенного уровня который позволил вам выйти на этот этап олимпиады по экономике надеюсь что все ваши задуманные планы связанные с экономикой с тем что связать свою жизнь такой замечательной профессии как экономист они смогут свершиться тем не менее что касается задач которые были представлены для решения десятого и одиннадцатого класса в этих задачах проверяя вчера работы комиссия состоящий из нескольких докторов наук ряда кандидатов экономических наук ведущих преподавателей экономического факультета кубанского государственного университета пришла к выводу о том что есть определенный набор типичных ошибок которые встречались в большинстве работ и позвольте вот как раз таки остановиться в этом разборе на типичных ошибках которые встречались в этих задачах одной из самых распространенных ошибок являлось отсутствие отсутствие определения максимума либо минимума представленных функций во многих задачах эти задачи там связаны со спросом с предложением с выручкой с прибылью были представлены неминейные функции которые имели ярко выраженный экстрен то есть либо максимум либо минимум в подавляющем большинстве случаев это конечно был максимум соответственно для этого максимума не были определены условия максимизации то бишь это должно было быть показано либо написано либо хоть какой-то должен был быть какая-то запись в части определения любого из трех процессов необходимо было сказать о том что ветви параболы направлены вниз соответственно значит у параболы есть максимум первая производная меняет свой знак с плюса на минус либо вторая либо знак второй производной то есть какие-то условия максимизации этих функций должны были быть в решении представлены соответственно если этих условий максимизации не было комиссия снимала за это минимальное количество баллов ну и тем не менее снимал кроме этого не во всех работах в части задач связанных с такими процессами показателями как спрос и предложение не во всех работах были правильно и корректно определены условия рыночного равновесия причем если просто условия рыночного равновесия определить довольно-таки несложно математически это приравняв функцию спроса и функции предложения и соответственно найти решение данного равенства данной системы уравнений то при введении дополнительного параметра связанного с количеством фирм то есть была там функция спроса на продукцию и функция предложения одной фирмы дальше необходимо было приравнять это ну условно к одному знаменателе с функции предложения одной фирмы сделать функцию предложения общую отраслевую соответственно приравнять вот это вот переход от одной фирмы к отрасли либо от отрасли к одной фирме ну вызывал некоторых работах ну определенный стопор то есть не все с этим справились кроме этого что касается количество фирм то есть следом за этим шла ошибка связанная с некорректным ответом на вопрос в части какое количество фирм останется в отрасли уйдет из отрасли пришло в отрасль и так далее как изменится количество фирм на данном рынке соответственно если изначально были неправильно составлены функции спроса и предложения части рыночных и индивидуальных то соответственно получались некорректные ответы в части изменения количества фирм на рынке вторым по популярности второй по популярности типичной ошибкой было то что участники неправильно определяли рассчитывали затраты то есть есть определенный набор затрат это в части средние затраты переменные затраты постоянные затраты, общие, средние, переменные, предельные и так далее. То есть, это целое семейство затрат. И у каждой категории затрат есть свои принципы расчета. То есть, есть свои формулы для расчета. Допустим, всем известно, что общие затраты, один из вариантов их расчета, это нужно сложить постоянные затраты и переменные затраты. Для того, чтобы найти средние, необходимо общие поделить на выкуп. Ну и так далее и тому подобное. То есть, вот это вот сопоставление далеко не во всех работах было правильное и корректное. Часть ошибок можно было бы отнести к исключительно каким-то помаркам, когда вроде бы интуитивно чувствовалось, что участник правильно пишет, но в какой-то момент времени вместо средних затрат пишет общие затраты, либо средние переменные затраты. То есть, добавляя какую-то букву, которая в принципе неизвестно откуда взялась, ну, соответственно, она там есть. И становится, соответственно, неправильная форма записи. Поэтому расчет затрат в том или ином виде должен проходить корректно, и, соответственно, участники должны четко понимать о том, как они рассчитываются, и самое главное, что как они соотносятся друг с другом. Кроме этого, в задачах встречались в том или ином виде, ну, например, в шестой задаче, это и в десятом, и в одиннадцатом классе, встречались задания, связанные с составлением функции прибыли. То есть, это экономическая прибыль, как разница между общей выручкой, общими затратами, ну, и, соответственно, там были влияния разных других факторов. Далеко не все справились с корректным составлением функции прибыли. Многие составляли функцию прибыли, хотя изначально надо было составлять функцию чистой прибыли. То есть, невнимательно читается условие задачи. То есть, в условиях было четко прописано о том, что разговор идет о чистой прибыли. Соответственно, в решении задачи тоже должна была фигурировать чистая прибыль. А в решении задачи, вдруг откуда ни возьмись, возникала экономическая прибыль, которая дальнейшим действием должна была превратиться в чистую, но этого действия не настало. Поэтому, составление функции прибыли, это тоже довольно-таки много ошибок было. Соотношение, и как следствие, соотношение чистой прибыли с экономической прибылью, со ставкой налога в том или ином виде. То есть, вот этот вот расчет, связанный с тем, что с прибыли необходимо еще в дальнейшем заплатить определенного рода налог, уровень налога также был в условиях оговорен, и только после этого это стало чистой прибыли. То есть, эти функциональные зависимости должны были быть представлены. Но, к сожалению, они так и в задачах представлены не были. Что касается задачи, связанные со вкладами, там были пополняемые и непополняемые вклады. Наиболее типичной ошибкой в этих задачах было то, что изначально нужно было составить уравнение и высчитать сумму пополняемого и непополняемого вклада к концу года. И, соответственно, при заданных процентах по этому вкладу. И дальше проводить сравнение. Соответственно, многие работы содержали ошибку именно на этом первом шаге решения. То есть, изначально неправильно, некорректно было составлено равенство уравнения. Оно было неправильно высчитано, получен некорректный результат. И, соответственно, на основании этого результата дальнейший расчет уже не имел никакого смысла. Здесь можно посоветовать только лишь то, что нужно еще и еще раз обратить внимание на знание определенных функциональных зависимостей. То есть, то, как считаются вклады, как растет сумма стоимость денег во времени с ежемесячной выплатой, с квартальной выплатой, с выплатой в конце года, это пополняемый, непополняемый и так далее. Это просто вопрос на знание. Далее. Что касается задач, связанных... Открою здесь. Задач, связанных с... Кривой производственных возможностей, то здесь наблюдается, наверное, одни из самых больших блоков ошибок. То есть, это довольно-таки объемная задача, которая требует не просто знания определенного набора экономической информации, определенного набора математических знаний, но еще требует от школьника усидчивости, дабы корректно составлять все выкладки. Ну, например, если изначально на рынке формируется кривая производственных возможностей, как правило, она в условиях задачи, большинство задач, она представлена, в том числе и в этом задании, то кривая производственных возможностей, это функция нелинейная, нелинейная зависимость, которая на плоскости в двухфакторной системе координат, она очень четко представлена. На основании этого графика должны были впоследствии выводиться определенные зависимости, которые связаны с выводом функции с двумя переменами. И в последующем проведение каких-то оптимизационных действий с какой-то одной конкретной переменой, либо с первой, либо со второй. Многие неправильно составляли функции с двумя переменами и, соответственно, неправильно проводили оптимизацию по какой-то переменой. И, соответственно, как следствие, краевой оптимизационный тоже не был изначально указан. В одиннадцатом классе отдельно следует отметить задачу с седьмую, про... сейчас ее открою, потому что она тоже вызывала определенные... она вызывала определенные затруднения у школьников. Это задача под названием «Две цели». Здесь одной из самых типичных ошибок была ошибка, связанная с тем, что неправильно, либо не записано, либо неправильно записано основное макроэкономическое тождество для закрытой экономики. Кто-то его писал некорректно, нельзя было отнести это к закрытой экономике, кто-то выводил неправильную зависимость, то есть в итоге не получалось равенство, но тем не менее. Основного макроэкономического тождества для закрытой экономики во многих работах не было. Кроме этого, неправильно была составлена система уравнений для... там по Y и по G. Соответственно, это вытекало из макроэкономического тождества, то есть если основное макроэкономическое тождество было составлено неправильно, дальше система уравнений неправильна, и, соответственно, оптимизационная задача, которая изначально была описана в задании, ее нужно было сделать, она тоже не была решена. Ну, и как завершение всего, хотелось бы отметить, что все-таки, наверное, с самой распространенной ошибкой после выведения основного макроэкономического тождества было полное отсутствие, почему-то в этой задаче было полное отсутствие описания, опять-таки, доказательства максимума функций, то есть не было никаких намеков на экстремум, на точку максимума, на том, что ветки пара были направлены вниз, на том, что первая производная меняет свой знак, знаку второй производной и так далее и тому подобное. Это вот что касается таких вот основных типичных ошибок, но при этом хотелось бы отметить, что проверяя ваши работы, комиссия старалась сделать это очень лояльно, понимая о том, что где-то есть математические знания, которые у вас, особенно в 10 классе, еще в школьной программе не были, они у вас будут позже, где-то есть экономические знания, которые вы тоже получаете, но не всегда в рамках школьной программы, то есть дополнительные знания. То есть то, что вы сюда дошли до этого этапа, это уже хорошо. Конечно, у вас будет, у 10 класса будет еще шанс в следующем году, если вы посмотрите свои ошибки, сделаете определенные выводы, то пожалуйста обращайтесь для консультации, у нас экономический факультет всегда открыт, для общения, для тех школьников, которые хотят познать основы экономики, для тех, кто хочет получить какие-то реальные результаты на региональном этапе, либо пойти дальше на всероссийскую. Я вам желаю удачи, надеюсь, что у вас сбудется все мечты, которые вы связываете с такой замечательной наукой, как экономика.